Всем огромный привет! У нас такой бардак в ванной. Синди играет туалетной бумагой. Я пришла, чтобы поменять ей лоток. Смотрите, мы используем камешки. Вот такие камешки используем, и от них очень сильно портится лоток. Остается такой налет некрасивый. Я вот пробовала мыть, он не отмывается, и даже не знаю, не знаю, что делать. Заворачиваю, выкидываю, выбрасываю. А, похоже, где-то дырка. Хуликанье. Покакала и дримсики просит у меня. Я ей дала дримсики, немножечко осталось. Синди. Дочь, на диван не хочешь лечь? Взяла другой пакет. Вчера суши заказывали в сушиторе. Нам нравится. Силит еще, налью сюда вместе с водой. Я сейчас промокну все туалетной бумагой и снова наполню вот этим наполнителем. Мне он не нравится, если честно. Вообще не нравится. Он такой ужасный и запах очень сильный от него. Показываю. Продолжение следует. Какие-то проблемы с икеей, что-то не довезли Анатолию Григорьевичу, Леша не может дозвониться. После того, как Синди сходит в туалет, даем ей дримсики. И вот она сегодня сходила в туалет по большому и лежала здесь, играла с туалетной бумагой. Ждала, когда мне дримсики дадим. Практически везде я уборку сделала. Так пусть притираю, знаете. Вообще, в принципе, чисто везде или практически нет. Согружаю стиральную машинку. Леша купил мой любимый порошок АТАК. Татьяна Викторовна, оказывается, тоже им пользуется. В общем, Леша купил две упаковки. Одну Татьяне Викторовне отвез, отнимал домой. Очень экономичный, ребят. И запаха у него нет. Нравится. Достала свой фотоаппарат. Вот такой у меня есть фотоаппарат Canon iOS 1D. Хочу на него поснимать что-нибудь. Ну, конечно, с ним ходить невозможно. Он весит почти килограмм. Может быть, даже килограмм. Но просто что-то поснимать на штативе либо пофотографировать им, конечно, можно. Зарядила аккумулятор. Вставила. Сейчас, наверное, уберу пока в чехол, чтобы не пылилась. Потому что буду сейчас пылесосить пол. Заправила кровать. Убрала пока теплый плед. Потому что, ну, очень жарко под теплым пледом. У нас работает кондюрик. На 21 ставлю. На 18 холодно. На 21 нормально. Думаю, куда сейчас мне убрать мои коробочки милс карта. Здесь сумочка была. Моя сумочка зелено-желтая. Так. Куда бы мне их спрятать? Ну, вот здесь есть место. Прям совсем чуть-чуть. Здесь, по-моему, все занято. Так. И здесь занято. Но вот эти коробки пустые. Наверное, одну я уберу. Сверну ее и туда засуну коробочки с сумками. И здесь тоже у меня милс карты. Мои очки. Булгари. Ребята, не советую Булгари очки. Они у меня растянулись. Я их толком не носила. Ну, еще, знаете, хорошо, что не носила. Они со змеями. А я вообще противница змей и всего такого не очень хорошего. Зачем я их покупала? Ну, мне просто форма подошла. И вот как-то я их не стала носить. Надевала буквально несколько раз. Они абсолютно новые. И хорошо, что они растянулись. Знаете, змей на себе носить, это вообще последнее дело. Вот. Я все-таки в Бога верю. И для меня вот это вот символ змеи, это как змея, как будто по мне ползет. И, в общем, прям бе-бе. Вот так вот. Не знаю, куда их дену эти очки. Ну, пусть пока лежат. Но носить точно не буду. Иногда, знаете, их так. Иногда достаю. Думаю, что надену. Надеваю. Они на мне болтаются. Снова снимаю. В общем, все, что не делается к лучшему. Вот так. Хотя очки очень качественные, хорошие. Для котика у меня вот такая сумка большая. Огромная. Специально ее покупала. Так. Главное, что зарядила аккумулятор. Сейчас можно убрать. И как только решусь что-то поснимать, то можно будет достать. И я буду знать, что у меня заряжен котик. Вот. И здесь тоже большой отдел. Такой огромный. Здесь у меня какие-то насадки. Но я ими не пользуюсь. Еще линза у меня есть. Сейчас покажу вам. Гигантская линза. Такая огромная. Вот такая большая линза. Кто соображает? 16-35 ультрасоник кэна. Это для тех, кто фотографирует. Если интересно. Так. Дальше. Ну и все. Здесь такой отдел огромный. И много всяких перегородок. На липучках. Для того, чтобы котик хорошо зафиксировать. Чтобы он там не шатался и не бродил. Сейчас уберу все лишнее. Уберу эту перегородку. Здесь прям много этих перегородок. Я знаю, что многие даже не подозревают, что такие сумки существуют. Потому что, когда я покупала, я не знала, что это прям вот огромный такой рюкзак. Именно для фотоаппарата и для всяких принадлежностей. Я не знала, что в нем внутри. Я думала, что это обычный рюкзак. А оказалось, что это такое прям вот хранилище. Сейчас я вам покажу. Укладываю туда фотик. Вот так фотоаппарат укладываю. Потом фиксирую его этими штуками. На вот этот фотоаппарат многие блогеры снимают. Бьюти-блогеры, фэшн-блогеры. У него очень крутая съемка. Очень красивая. Немножечко лицо корректирует. У меня, кстати, была видеокамера раньше. Sony дешевая видеокамера. Ничего особенного. Но она так классно выравнивала тон лица. Так. Вкладываю линзу. И влочекую вверх. Все, и закрываю. Хороший рюкзак. Покупала года полтора, даже два назад. И рюкзак, и фотоаппарат, и линзу. Вот. Мое богатство. Тяжелый такой он, тяжелый. Тяжелый такой он. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, раз в два дня мне нужно что-то делать, и меня это, если честно, напрягает. Пол я мою один раз в неделю, но бывает... Нет, один раз в неделю мою пол. Пылесосим мы часто, пыль протираю я очень часто, бывает даже каждый день. Что еще мы делаем? Ну, посуду это я даже не считаю, этим Леша занимается. Леша готовит, вот. А я занимаюсь уборкой. Стираем каждый день с утра до ночи, сушим белье тоже каждый день с утра до ночи. Меня напрягает именно уборка пола. Еще Синди стала линять, это вообще кошмар. Я вот бывает хожу и вижу ее волосы, они у нее еще такие длинные, черные почему-то именно выпадают. Не рыжие, но рыжие может быть просто не видно, а видно черные, и меня это бесит. Ты тоже видела, да? Ты кушать сегодня будешь? Я хочу, это меня зацепило. У Алисы заросли ушки. Все, Алиса не носила сережки два месяца, и у нее заросли ушки. Да, мне сережки нужны. Но она сама не захотела носить сережки. Ну, блин, прости, деда. Просто он не носил... Тебе надарили кучу сережек, и ты перестала, да? Да, просто мне деда дарил сережку на шельские, у меня они такие биржовые были, красивые очень были. Ну, хоть они остались у меня на память. Ну, просто я хочу их, в принципе, они мне не нужны. Когда вырастешь, да? Проходишь заново, если нужно будет. Ты не помнишь, я когда покупал квас, вчера или позавчера? По-моему, позавчера, я не знаю. Нельзя же ему. Ну, ты понюхай, если он бродит. Не, не знаю. Лечка катается, смотри, мама. Класс. Катается. Как она туда залезла? А я ее туда посадила. Решила Алисе сделать хвостики. Ближе к лицу и дальше, ну, по типу динозавра. Да, Алиса? Сделаем сейчас хвостики красивые. Алиса тут заикнулась, что хочет сестренку. И через час она передумала. Сказала, что не хочет сестренку. А почему ты не хочешь? Мам, что мне с ней делать? А, ну, только это наша забота, что мы с ней будем делать. Ну, сюда я тебе скажу. Стоп, я увидела ее тело, когда она будет попушена. Ну-ка, покажись. И удобно, да? Да. Кстати, ребята... А то мне все пишут в комментариях, что ты лохматая. Ребята, она сама выбирает себе прически, с какими идти ей на улицу. Ребята... Как нравится распущенный, койтся распущенными, да? Да, ребята, хотите, я так сама расчесываю, поэтому не судите меня строго. Я еще не взрослая. Мне еще там не 15, не 18, поэтому я расчесываю, как нормально беру ребенок, как вы, дети. Самостоятельность, да, Лисочка, развиваясь? Да, я сейчас вам покажу одну овечку. Давай. Вот розовая овечка. Дальше, вспомните простую овечку, берете вот это яйцо. Берем пшеничку. Ать, иди ко мне. У них любовь. Рожаются чикбомбо, ну, может быть... Ты маленьких-то не убивай. Они не похожи на розовых. Стопки я... Розовые это очень редкие, да? Да, ребят, я их не красила, правда. И давайте я вам покажу свои стаки в этом... А что там стояла овца какая-то серая? Серая. Вот это... А, это стриженая, да? Да, это стриженая. Короче, ребятам, пусть легкие просто обожаю, а тем более вот эту свою одежку. Хотя она мамина, уже... Ей вроде бы XSL, но мне нравится очень. Почему? Потому что, смотрите, как туничка. Как туничка, вот такие вот шортики, они очень маленькие, очень хорошие, не давят. Ткань самая обалденная. У меня есть куча одежды в стиле, и там вот вообще обалденное платье. Удобно, ярко и красиво. У меня в кондюрико в горло начинает перчать. У тебя нет такого, Леш? В машине бывает такое. В машине? Или когда с улицы, в помещении. Молочный угон, ребят. Один пакетик попался, представляете? Он был как будто с чаем, с заваркой, но он так и не растворился. В общем, пустой был чай. Пахнет вкусно. Прям молочком топленым. В общем, этот чай у меня уже начинает сомнения вызывать. Называется Гроссер. Первый раз я сталкиваюсь с тем, что чай не растворяется. Не получается заварочка. Сейчас попробую еще раз. Мам, взялась мне чай? А тебе какой, дочь? Я уже взяла себе. Ну, можно мне барбанисик? Да, можно. Сейчас достану. Я люблю у него какой-то привкус. Нет, не у зеленого. Как там? У ромашки. Поэтому не дала мне ее, пожалуйста. У него привкус. С чем будешь чаек пить? Я не знаю. Барбарис, да? Да, Барбарис. Вообще. Вот Алиса такой любит у нас. Барбариса. Я ее пила где-то шести лет. Да, очень нравится тебе, да? Да. И даже в песне было. Сладче Алиса. Барбариса. Я хочу плов. Плов. Сейчас вам мама приготовит плов. Раз, ну, плов. Я мам. Нет, хочу настоящий плов. Не как в табрисе. Прям настоящий. Может, заказать, Леш? Тоже. Почему бы и нет? Чайхана у нас, да, есть, по-моему. Чайхана там же делают. Ну, вот, на пересечении Калинина и... Ну, зайди на сайт, закажи, пожалуйста. Можно съесть. Ну, съесть тогда. Я хочу прям праздничный, который с мясом идет, в котором много всякой вкусняшки. Интересно, уже разрешили вылет в Узбекистан и в другие страны СНГ? Я очень хочу в Узбекистан попасть. Казахстан на карантине. Казахстан на карантине, Леша говорит. А Узбекистан, интересно. Нужно загуглить. Да что ты, моя любимая, красавица, утишься. Все нормально, Леша. Смотри, что, украла меня, бабушка у меня тут все. Любимая, я чай готов. Я хочу поехать, она меня убаюкивает. Что ты хочешь? Я поехать хочу, она меня убаюкивает. Немножко развести, да? Да. Папа, ты хочешь спать? Мам, взять фону. Мам, взять фону. Сижу, пью чай с финиками. Алисе хочу выбрать топик, купить. Может на Вилл Береста, Алис? Просто покажи мне модель, какую ты хочешь. Прям сильно спортивную или как маечку? Просто коротенькую. Сильно спортивную. Вот типа такого, да? Да. Очень красиво, да? Да, я тебе покажу одну. Пусть наверху. Сейчас, подожди, закрою. Наверх, там был очень красивый. Какой нравится. Ой, вот этот, да? Да под него, это же Найк, под него можно и штанишки подобрать, или по шортике, да? Не, все-таки я уже передумала. Я хочу фиолетовый. Фиолетовый, да? Вот на девчонках, смотри, как смотрится. Не, не. Твои, он как купальник, мне не нравится. Видишь, какая у меня ткань? Угу. О, такой красивый. Вот этот, да? Да. Так, что за фирма? Диаманти. Диаманти. Этот хочу. Вот этот, да, нравится? Да, я тут как рыбка вообще смотрю. Угу. Хорошо, ладно, сейчас найду, закажу. Достала косметику, буду сейчас прихорашиваться. Хочу немножко накраситься, прям совсем чуть-чуть. В видео, где я открываю сумки Милскарта, у меня спрашивали, какая у меня помада была на губах. У меня на губах была вот эта помада 820. Лео Макарон, ультраматовая, суперстойкая помада. А еще у меня есть 818 тонн помады, немножко потемнее, ягодные. Тоже суперстойкая, пользовалась бы каждый день, но мне кажется, что эта помада сушит губы. Но на какие-нибудь праздники прям супер вариант, супер. Лучше не придумаешь. Последнее время очень часто пользуюсь вот этой помадкой гигиенической. Она с небольшим оттенком. Это Dior. Сейчас покажу вам. Очень мне нравится. И оттенок такой хороший, дневной. Прямо можно днем его нанести и ходить целый день. Бальзам. А еще знаете, что? Хотела вам рассказать про вот эту подводку. Кейт. Супер крутая подводка. Я покупала ее в Таиланде. Это было в сентябре. И она до сих пор у меня не закончилась. Эта подводка водостойкая, хорошо. Держится на веки, не размазывается. Супер яркий, насыщенный цвет. Черный. Буду искать эту подводку у нас в России, в интернет-магазинах. Потому что я без нее жить не могу. Я чувствую, что скоро она закончится. Но реально с сентября месяца, уже у нас июль. Получается практически год у меня эта подводка. И конца и края нет. Очень крутая подводка. Вот, смотрите. Классная помадка. На каждый день классная, да? Еще была оранжевая такая помадка. И просто прозрачная. Я выбрала розовенькую. Мне очень нравится. Немножко показала вам свое утро. Буду сейчас заниматься делами. Поэтому говорю всем пока-пока. До следующего видео.